Всем привет! Вы на канале AVFit и с вами Владимир. Не так давно на нашем канале вышло видео, которое многие могут назвать разоблачительным, и было оно посвящено такой персоне, как Ольга Левицкая, а также ее знаменитой организации, ну, теперь уже знаменитой, которая называется Кибермеоника. Многие из вас разочаровались и расстроились из-за длительности видео. Действительно, 60 с лишним минут это, возможно, было слишком, и, возможно, мы перегнули. И многие писали нам в комментариях, что вообще не стоило придавать значение этой тематике, потому что и так понятно, что это бред. Многие писали, что видео неплохое, но надо было покороче. В общем, мнения у разных людей разные. Но основной посыл нашего видео заключался в том, что для людей, которые уже в курсе, что Кибермеоника и их костюмы — это, по сути, ерунда, и работать она не может, эти люди просто банально угарнули вместе с нами. Люди, которые сомневались и вроде как даже могли повестись на вот этот весь бред, который несла Ольга Левицкая, для них наше видео могло быть ценной информацией, потому что оно могло убедить в том, что действительно Кибермеоника — это ерунда, и никакие костюмы ничего не помогают делать. Для самых преданных фанатов Ольги Левицкой это видео послужило хорошим вариантом прохейтить нас, поставить нам дизлайк, ну и написать мне ВКонтакте в личку, что, мол, какой я идиот, я не разобрался в теме, а вот надо было глубже копнуть, а там же человек все-таки интересными делами занимается и науку в России продвигает. В общем, для всех категорий мы постарались быть максимально полезными. И я вас сразу обрадую, это видео не будет затянутым и нудным, оно будет не особо длинным. Мы всего лишь дополним ту информацию, которую подали в первом видео, небольшими фактами, которые могут быть интересными. Конечно, вполне ожидаемым эффектом от выхода первого сюжета про Кибермеонику стала волна критики. Была и позитивная, и негативная, были мне личные сообщения ВКонтакте о том, какой я идиот и не разбираюсь в вопросах, а также были позитивные сообщения о том, что молодец, мол, рассказал людям все как есть, поржали, поугарали, да и ладно. Но кроме ожидаемых эффектов от выхода видео, получили мы также и один интересный нежданчик, который, кстати, не мог нас не порадовать. Дело все вот в чем. Канал НТВ вместе с Центром исследований и разработок всяких там технологий Сколково организовали интересное шоу, которое называется «Идея на миллион». Суть шоу заключается в том, что талантливые и не очень разработчики приходят со своими идеями, ну и, естественно, кто-то из них выигрывает миллион. И кто бы вы думали туда пошел? Конечно же, Ольга Левицкая со своей кибермионикой. Только вот в этот раз Ольга решила пойти куда дальше. Ведь ее супер-кибер-костюмы, которые можно использовать для похудения на 30 килограмм за два месяца, для того, чтобы освоить любой моторный навык за 21 день, эти же костюмы будут использоваться космонавтами. Ну вот вы представляете, да, космонавты, у которых там якобы мышцы в космосе не работают, одевают костюмы Ольги, и благодаря всяким сокращающим импульсам и супер-технологиям их мышцы будут защищены от атрофии. В целом, конечно же, если не знать, кто такая Ольга Левицкая и что за кибермионику, а если еще не смотрели наше видео, то можно подумать, что идея-таки интересная, и эта технология действительно очень полезна, и космонавтам она очень будет кстати. Но ребята, которые уже в курсе, что это за проект, что это за люди и вообще чем они занимаются, конечно же, понимают, что это очередной разводняк, который ничего не делает, и Ольга, как всегда, придет на шоу просто хайпануть. Естественно, мы не остались в стороне и поделились с организаторами шоу нашим первым выпуском. Я думаю, что для них это было очень интересно узнать новости про участников. И как вы думаете, какой был результат? Ольгу таки выперли из участия в этом шоу. Вот это поворот! Шоу, кстати, на телевидении еще не вышло, потому что сейчас идут только съемки, и выйдет оно ориентировочно 12 декабря, но мы уже знаем, что Ольга вылетела из этого шоу, про что она написала на своей стене ВКонтакте и, естественно, сразу же всех в этом обвинила. Естественно, в своем вылете из популярного на телевидении шоу Ольга обвинила всех вокруг, ну, как она и всегда поступает. Она обвинила свою команду, которая преданно работала с ней, и она обвинила своего главного инженера, мол, она вообще с ним в отношениях из корыстных целей, и все это было очень грязно и некрасиво с ее стороны. Вот только забыла Ольга указать в своем посте про канал AV-Feed, который выпустил видео на целый час, посвященное ее кибермионике. Ведь это видео попало не только к организаторам и к другим участникам. Кстати, участников Ольга тоже обвинила, ведь все, кто участвовали в шоу, кроме нее, тоже виноваты в ее вылете. Ну, как обычно, все вокруг ей во всем виноваты. Кстати говоря, об участниках шоу «Идея на миллион» там есть вполне адекватные организации, которые предоставляют интересные стартапы и вполне реализуемые в жизни. И там нет никакой псевдонаучной чуши, всяких дискуссий, всякой ерунды. Там реально проекты, которые можно воплотить, и они не захватывают космос, не лезут в какую-то нейрохирургию и в другие степи. Ребята просто предоставляют свои стартапы на шоу для того, чтобы получить известность, получить поддержку и получить признание народа, которое, естественно, и является целевой аудиторией телевидения. На официальной странице шоу «Идея на миллион» в разделе «Космос киборгам», собственно, проекта Ольги Левицкой, есть ссылочка на такую платформу, которая называется «Бумстартер». Когда разработчик регистрирует свою идею на «Бумстартере», он ставит определенную денежную цель и расписывает, для чего ему эти средства. На достижение денежной цели у него есть определенное время. И если эта денежная цель достигается за это время, разработчик получает деньги. Если цель не достигнута, деньги возвращаются тем, кто их скидывал. Естественно, на платформе «Бумстартер» разработчики, подавая свою идею, стараются показать, насколько она полезна, насколько она важна и насколько актуально поддерживать разработчика. Ведь именно это может подвигнуть человека к тому, что он переведет определенные денежные средства и поможет в достижении той самой цели. А Ольга Левицкая, вдобавок ко всей информации о своем проекте «Космос киборгам» еще предоставила замечательный видеоролик, который, как всегда, несет кучу полезной информации и, как всегда, показывает для людей, которые не шарят, насколько она известный ученый и насколько у нее много знаний и талантов, а для людей, которые в курсе и смотрели наш видос, как обычно, подтверждает всю серьезность ее задумок. И самое обидное то, что много людей таки ведется на все вот эти вот ужимки Ольги и потакают ей. Они ей скидывают деньги, и на данный момент у Ольги стоит цель 100 тысяч, и она уверенно идет к этой цели. И, скорее всего, цель будет достигнута, что реально нас пугает, потому что люди, по сути, выбрасывают свои деньги в никуда. Они могли бы поддерживать более актуальные проекты, могли бы помогать действительно людям, которые этого стоят, но они поддерживают Ольгу Левицкую, которая, в благодарность за то, что они сбрасывают средства на Бумстартере, отправляет им подушки для обниманий, медиаторы и всякую прочую ерунду, такую же бесполезную, как и ее костюмы. Это, кстати, обязательное правило разработчиков на Бумстартере давать что-то за определенное денежное вложение. То есть, если вам кидают одну сумму, вы отправляете человеку какую-то вещь, какую-то кружку с вашим логотипом. Ну, в общем, как-то надо отблагодарить людей. А когда я задал вопрос самой Ольге Левицкой, по ее словам, ведь она должна уже закрывать кибермионику, и я ее спросил, когда же все-таки случится закрытие организации, она очень разгневалась, как всегда распсиховалась, назвала меня хайпажором, прочими некультурными словами, а еще пообещала меня сравнять с землей. Ну, точнее, не своими руками, а она сказала, что кибермионика закроется ровно тогда, когда я буду сровнен с асфальтом. В общем, естественно, я провтыкал, и все это заскринить не успел, потому что все это общение было в комментариях, и все это быстренько поудалялось, потому что, видимо, Ольга вовремя спохватилась, что она начинает уже перегибать. В общем, если меня и моих соратников по YouTube-каналу сравняют с землей, то вы будете знать, кому предъявлять претензии, и почему перестали выходить видео на нашем канале. Ну, а на второй день после всего этого психоза и агрессии, которые были связаны, естественно, с фееричным вылетом из шоу «Идея на миллион», Ольгу попустила, и у себя на стеночке ВКонтакте она уже пишет новый пост, в котором у нее уже хорошее настроение, она благодарит всех за поддержку, естественно, фанаты ее поддерживали, говорили, не закрывай кибермионику, шей свои костюмы дальше. Ну, в общем, Ольга заявляет, что там кибермионику, мол, мы закроем, а откроем какой-то новый проект, руководитель там будет кто-то другой, но, короче, костюмы они будут продолжать шить. Мы будем следить, естественно, за этой организацией, и, может быть, если там что серьезное назреет, то будем делать обзоры дальше. Ну, а сейчас вы понимаете всю серьезность. Вчера человек все бросает, сегодня все начинает, и такие качели у него продолжаются постоянно. В общем, для нас, конечно, все закончилось трагично, потому что мало того, что Ольга нам угрожала сравнять нас всех с Землей, так она еще и меня лично в блэк-лист закинула. И теперь я не могу видеть, что же происходит на ее странице. Все, конечно же, решается банально, я просто выхожу из своей учетной записи и продолжаю дальше созерцать все, что пишет Ольга на своей странице ВКонтакте. Но она об этом не догадывается, надеюсь, она будет в курсе после просмотра этого видео и закроет свою страницу от общего доступа людей, которые не зарегистрированы ВКонтакте. Ну, а пока я все-таки продолжаю за ней следить. Незамедлительно после публикации видео с нами связался Николай, главный инженер кибермионики. И тут я хочу сказать очень важную вещь. Николай отличный парень. Кроме того, что он яростно защищал Ольгу, старался рассказать мне, насколько я не прав, и делал это, кстати, до последнего момента очень вежливо, я хочу сказать, что мне этот парень понравился. Понравился, во-первых, тем, что он пишет довольно-таки грамотно. Хотя, конечно же, он пишет тоже много чуши, но он пишет это хоть как-то обоснованно. Он пытается сам защищать Ольгу и сам доказывать то, что не может доказать Ольга. И это настоящий мужской поступок, потому что ни для кого не секрет, что главный инженер кибермионики является, так сказать, второй половинкой Ольги Левицкой. И это очень мужской поступок, то, что он прямо вписывается за нее и старается доказать, что все, кто гонит на Ольгу Левицкую, в том числе и мы, мы не правы. С Николаем у нас получился довольно-таки теплый, милый и дружеский диалог. Все было неплохо, и к нецензурной лексике Николай прибегал крайне редко. Он прибегал к ней в том случае, вот когда досмотрел наше видео, до момента, где я говорю, что кибермионические костюмы это всего лишь бабочки, которые просто пульсируют на вашем теле, и все это можно покупать на Алиэкспрессе. Тут уже Николая, так сказать, понесло немного, но простим ему это, я на него не злюсь. Когда мы заговорили о фотошопе и о том, что Оля жестко-таки пилит в фотошопе свои фотки, он, естественно, начал отрицать и говорит, что нету такого, ничего она не фотошопит, и в конце концов раззадорился настолько, что скинул нам оригинал фотографии. А теперь просто смотрите на эти две фото. С одной стороны мы видим оригинал, который якобы не фотошопленный, а со второй стороны немножко подкорректированный вариант, который Ольга выкладывает на своих страницах. И разница очевидна. Это не просто немножко подкорректированный вариант. Тут и рука, и скулы, и талия, все ужато. Да еще и улыбку парню докинули, мол, вот он грустный стоит, надо бы, чтобы он улыбался. То есть мы видим жесточайше поправленную фотку. Странно еще, что стены там не поплыли, как обычно это бывает. В общем-то, лучше бы, конечно, Николай нам это все не скидывал, потому что, конечно же, сказать, что я был в восторге, нет, мы в очередной раз расстроились, потому что Николай, по сути, сам нам доказал, что все это фигня, что все эти похудения Ольги, это всего лишь ужимки фотошопом, да еще и довольно-таки грубые. И все это несерьезно. Поэтому это лишь дополнительно огорчило нас. Кроме теплых ламповых бесед с Николаем, также нам писали и люди, которых назвать фанатами Ольги Левицкой нельзя. Скорее, это те самые люди, которые поддерживают нас в том, что кибермионика ерунда и костюмы не работают. Один из ребят предоставил нам довольно-таки интересную информацию касательно обучения Ольги Левицкой, и этой информации уже частично в интернете нету, что говорит о том, что человек давно уже следит за карьерой и научным творчеством Ольги Левицкой. В 2010 году Ольга Левицкая пытается поступить на первый курс МГУ. И, естественно, проваливает эту возможность. Потому что вот список тех, кто поступил и зачислен к обучению на первый курс МГУ, на факультет биологии. Среди них Ольги Левицкой нету. А вот в этом документе Ольга Левицкая есть. И она есть в списке абитуриентов, которые пробуют сдать экзамен на поступление в МГУ. И, соответственно, вот результаты Ольги. Явно видно, что среди тех, кто поступил, минимальный балл 360. А Оля нужного балла не набрала. Поэтому, собственно говоря, она и не была зачислена к списку студентов МГУ на первый курс. Кстати говоря, причиной своего провала Ольга считает страшное заболевание, которое, мол, не дало ей поступить в ряды студентов. Но не берут с такими заболеваниями в студенты МГУ на факультет биологии. Участница Всероссийских Олимпиад, да не просто участница, а она победительница Всероссийских Олимпиад по биологии. И вот интересный факт. Если человек действительно является победителем таких мероприятий, он автоматически получает возможность быть зачисленным к списку студентов МГУ на первый курс. То есть никаких экзаменов, по сути, сдавать не надо. И, по сути, Ольга могла вообще просто прийти и спокойно учиться там. И вот в этом документе приводится список тех, кто принимал участие во Всероссийской Олимпиаде по биологии. Ольга Левицкая действительно есть в этом списке, но она далеко не победитель и уж очень далеко от первых мест. Что говорит о том, что она ничего не выигрывала и, соответственно, провалила и возможность поступить в МГУ без вступительных экзаменов. После неудачных попыток поступить в этот вуз Ольга не оставила надежд и пошла учиться на зоолога. Но в 2015 году Ольга Левицкая не оставляет своих надежд по поводу МГУ и пытается штурмовать магистратуру. Сразу же магистратуру, да, то есть на учебу не поступила, но пойду в магистратуру. В этом документе представлен список всех, кто сдавал вступительные экзамены в магистратуру. Ольга есть в этом списке, и Ольга проваливает вступительные экзамены, судя по ее результатам. И, соответственно, на магистратуру в МГУ она тоже не поступает, что свидетельствует о всех безуспешных попытках Ольги поступить на факультет биологии в престижный вуз МГУ. Конечно, мы можем с состраданием относиться к Ольге Левицкой, с пониманием, что болезнь действительно виновата, но факты остаются фактами. Несколько безуспешных попыток получить образование биолога. Подводя итог всего этого выпуска, я лишь хочу провести одну небольшую аналогию. Есть такой человек, его зовут Максим Доши. Конечно же, пик его славы уже давно прошел, но, тем не менее, он вошел в историю, и это уже считается некой классикой. Максим Доши уверен, что он талантливый рэп-исполнитель, что он талантливый музыкант, что у него своя манера подачи, так называемая, квадрат через квадрат, и вообще он молодец. Кстати, его папа в этом тоже уверен, и есть даже фанаты Максима Доши, которые тоже его очень любят и ценят. Также и Ольга Левицкая. Как и у Максима Доши, у нее есть ряд фанатов, которые ее поддерживают и стараются воодушевлять ее на новые открытия. Ольга, так же как и Максим, участвует во всяких телепроектах, старается подавать себя как какого-то талантливого человека, но на практике таковым не является. Что у Ольги, что у Максима Доши есть одна и та же проблема. Они просто не понимают, что действительно происходит. Они не понимают, о чем они говорят, и не понимают реальности, которая вокруг них. Мы искренне желаем Ольге Левицкой найти, наконец, себя, перестать заниматься теми вещами, которые вызывают насмешки и юмор, и делать что-то действительно полезное. Найти то занятие, которое будет приносить удовольствие и Ольге, и людям. А еще мы желаем Ольге не нервничать, не переживать, не агрессивить, не бить больше стекла, не резать руки и устроить свою личную жизнь. Ведь это очень важно, иметь близкого человека, который будет поддерживать ее во всем. На этом все, друзья. Вот такой получился выпуск, в котором мы немножко дополнили информацию про Кибермионику. Если вам понравился этот выпуск, поддержи нас лайком и подпиской на канал. Делись этим видео со своими друзьями, чтобы они были в курсе того, что происходит. Ну а после того, как выйдет эфир на канале НТВ, мы сделаем, возможно, еще коротенький обзор того, что будет происходить на телевидении. С вами был канал AVFit, меня зовут Владимир, увидимся уже очень скоро. Пока!